рад приветствовать вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане меня зовут роман и сегодня мы сделаем краткий анализ акции халык банка нашего крупнейшего банка страны поговорим о том стоит ли в него инвестировать то есть какие перспективы есть у банка на что обращать внимание если вы хотите купить и добавить его свой инвестиционный портфель разумеется поговорим о том кто владеет большими долями в этом банке и также другие моменты на которые стоит обращать внимание тоже себя представляет наш народный банк он занимает лидирующие позиции банковском секторе казахстана по активам капиталу средствам клиентов банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть почти 600 филиалов и отделений по всей стране банк обладает достаточной ликвидностью наблюдается рост депозитной базы и капитала также у банка адекватное качество судного портфеля в рамках большинства госпрограмм банк занимает лидирующие позиции по сумме выделенных средств а также по количеству и объему подписанных договоров субсидирования и гарантирования также банк занимает первое место по собственному капиталу среди казахстанских банков он ходит в группу халык которые осуществляют банковскую страховую брокерскую и лизинговую деятельность на территории казахстана киргизии россии грузии таджикистана и узбекистана имеет наиболее широкую представленность в странах странах региона центральный офис находится в алматы тому же наш крупнейший универсальный коммерческий банк он успешно работает уже более 97 лет это один из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур казахстана то есть он на реструктуризирует свой бизнес для того чтобы иметь возможность предоставлять своим клиентам максимально широкий спектр качественных услуг тому же банк развивает свою экосистему то есть сейчас мы с вами видим очень многие направления такие как халык маркет то есть халык инвест он развивает также другие свои так сказать банковские услуги которые расширяет это говорит о том что банк не стоит на месте также 11 апреля 2022 года банк сообщил о том что рейтинговое агентство фич рейтингс она установила что халык банк находится на уровне 3 по б минус прогноз стабильный при оценке то есть они выделили следующие ключевые рейтинговые факторы то есть это продолжающиеся восстановление экономики страны лидирующая рыночная позиция банка также улучшение качества активов халык банк сохранение устойчивой прибыльности банка что очень важно также отмечается что благодаря высокой системной значимости халык банк рейтинг государственной поддержки на одну ступень выше чем у других частных банков стране также согласно forbes то есть нашему казахстанскому сайту то рейтинг банков располагался с 2021 году примерно на вот таком уровне то есть народный банк по-прежнему занимает лидирующее место даже в этом году совокупный капитал и собственный капитал банка оценивается в полтора триллиона тенге разумеется это очень большой совокупный капитал то говорит о том про что практически 50 процентов а всего собственного капитала всех банков занимает халык банк а кому же принадлежат основные доли в банка то есть в прошлом году было три основных мажоритарных акционеру которая была доля более пяти процентов это холдинговая группа almex который принадлежит супругам колебаевых также у них была доля практически 65 процентов второй это банков нью-йорк то есть это номинальный держатель который владел практически 28 процентами простых акций и был пенсионный фонд который владел чуть более шестью процентами но в прошлом году банк вышел из состава акционеров то есть у него было на это свои причины разумеется и сейчас осталось два основных держателя и соответственно остальные акции были распределены между другими миноритариями а мужа халык банк это одна из трех голубых фишек казахстана которые представлены на лондонской фондовой бирже то есть стикер hsbk на лсе то есть собственный капитал банка как я говорил уже более чем полтора триллиона тенге это говорит о том что в принципе еще две другие компании такие как каспий банк и к за там пром который тоже торгуется на лондонской бирже это говорит о том что банка довольно таки успешно также можно глянуть немного на отчет но мы весь отчет с вами смотреть не будем посмотрим на чистый процентный доход который был в девятнадцатом году на уровне 367 миллиардов в двадцатом году уже 372 двадцать первом то есть завершившемся в годе соответственно уже 517 это говорит о том что банк продолжает развивать свое направление зарабатывать больше для своих акционеров разумеется также чистая прибыль видим что она продолжает расти и выросла на практически на 30 процентов до 462 миллиарда инге это говорит о том что банк да по-прежнему устойчивы разумеется также прибыль на акцию видим с вами что из года в год продолжает расти это хороший показатель а касается выплаты дивидендов в принципе это основное условие которое привлекает наших инвесторов которые торгуют у нас на кассе вот здесь вот представлена вся история то есть с девяносто пятого года фактически то есть видим что в принципе бывает что они не выплачивают дивиденды то есть бывает года где банк отказывается от выплаты дивидендов последние четыре года а банк выплачивал дивиденды но в этом году то есть по итогам 2021 года на собрании акционер было принято решение не выплачивать дивиденды тем не менее руководство говорит о том что мы можем вернуться к этому вопросу в конце возможно во второй полынии 2022 года как это уже было ранее 2020 году а тем не менее я конечно же надеюсь что принципе выплата дивидендов все равно состоится но сейчас ситуация неоднозначная в мире соответственно банк решил так сказать подстраховаться и не распределять данный момент чистую прибыль в принципе довольно таки логично поэтому акции в данный момент немного упали на это вам тоже нужно обращать внимание если вы хотите покупать акции банка перри много поговорим о таргетах от инвестиционных компаний по халык банку то есть какие рекомендации дают крупнейшие инвест дома то есть ренессанс капитал если мы будем рассматривать не только в тенге разумеет который на кассе торгуется но и конечно же гдр и глобальные депозитарные расписки в принципе стоит смотреть что ренессанс капитал оценивает в 17 и 1 доллар сейчас вот вы видите принципе перед собой таблицу я вот такую создал разумеется также гонус акса цене 19 долларов а центранс с юритесь то есть 16 и 9 вот in company 19 6 ставят то есть и все не дают рекомендацию данный момент покупать сбербанк сип то есть 20 практически ставит целью цель целевую цену в т.п. капитал в районе аж 29 долларов за одну расписку ну и и в гермес то есть 30 практически ставит это вообще уже конечно цены текущая цена на данный момент находится где-то в районе 10 долларов то есть потенциал роста они видят очень огромный разумеется и если это перевести в принципе на тенге грубо говоря если на наш рынке кассе то одна акция примерно будет стоить около 193 тенге по прогнозам инвест домов разумеется сени говорят о том что нужно покупать конечно же тут стоит оценивать все риски которые могут связаны быть с халык банком разумеется на что нужно обращать внимание я вам уже объяснил разумеется принципе я как и говорил выражу свою точку мнению относительно этого банка как вы знаете если вы пера смотрите мои видео то можете посмотреть обзор моего портфеля детского что и основного то в моем портфеле разумеется есть акции халык банка которые я постепенно докупаю а также стоит учитывать тот факт что разумеется не стоит туда вкладывать все свои средства не забываем про диверсификацию конечно же это спасет вас от тех рисков которые присутствуют на фондовом рынке разумеется покупать нужно осторожно небольшими так сказать долями то есть не нужно тратить все деньги сразу даже если сейчас цена упадет еще на 10 20 тенге то не стоит в панике брать и покупать сразу на все деньги лучше покупать небольшими порциями разделить условно ваш там капитал который вы хотите потратить на несколько частей и в определенные промежутки времени покупать на вот эту часть это будет более правильным решением также есть риск рецессии то что в экономике может начаться рецессия все это конечно же может произойти не сегодня не завтра через год через два через три это конечно предсказать очень сложно но тем не менее главное делать диверсификацию то есть вкладывайте деньги в различные финансовые активы то можно сказать по итогу ну по итогу принципе разумеется халык банк это довольно таки крупный банк казахстана который имеет собственный капитал довольно таки большой разумеется мы с вами видели что из года в год выручка и процент чистые чистая прибыль точнее продолжает расти разумеется банк выбору правильное направление он сейчас создает свои мобильные приложения пытается их улучшать разумеется то есть развивает свою экосистему это конечно же положительно будет сказываться на в общей выручке всей группы халык и что еще важно это то что в принципе покупая акции халык банка так как они входят в официальный список биржи кассе разумеется не нужно пока платить никаких налогов то есть если вы заработали на росте стоимости этой бумаги вам не нужно оплачивать 10 процентов и п на индивидуального подоходного налога также с дивидендов с вас ничего не будет удерживаться разумеется если вам начислены дивиденды там 5000 тенге или 50000 тенге вы эти деньги получите чистыми с вас не удержат 10 процентов это разумеется тоже пока плюс но рано или поздно мы придем всеобщему декларированию так или иначе и скорее всего после того как наш рынок так он сейчас молодой он будет развиваться количество инвесторов с каждым годом разумеется растет и рано или поздно эти льготы могут отменить и нам все же придется оплатить но так как сейчас есть такая возможность почему ей не воспользоваться такими льготами вот эта вся информация которую я хотел вам рассказать в этом видео разумеется если видео был вам интересным полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий